Вы знаете, на мой взгляд, современные дети, которые воспитываются виртуальной реальностью, разучились немножко чувствовать. И мне кажется, подобные композиции заставляют детей прочувствовать чужую боль, чужой страх, а также узнать о жизни сверстников в страшное военное время. Мы сюда приехали для того, чтобы рассказать о этой ужасной блокаде, которая нанесла огромную травму для всего человечества и народа Советского Союза, а также для нас. Дети, дети! Сколько их искалеченных войной детских судеб? Сохшийся Ленинград, корочки хлебные ждет. Вспомни-ка простор шумных площадей. Там теперь не то. Съелись из орей. Там теперь не смех, не столичный сброд. По стене на снег падает народ. От ужаса никто не плакал. Мол, свой ли урок. Заплачешь, расстреляют. На нашем излагу били маленькую девочку. Она кричала без остановки. Немец любил ее из шеренги. Расстрелял. Все поняли без переводчика. Дети, они смотрят небо, глаза поспаленные. Дети, они все взяли, как горе бездомное. Мне понравилось абсолютно все. Особенно, когда танцевали и читали записки. Ну, когда я посмотрела представление, мне захотелось плакать. Представление прям дотронулось, как будто до моего сердца. Без слез вообще смотреть нельзя. Дети прониклись в это. То есть они поняли, что такое блокада Ленинграда. Одно дело, когда мы им говорим это на классных часах и на уроках истории, да, либо на каких-то других мероприятиях. Устное, да. А когда вот это было прожито, пройдено, проиграно на сцене. Вот тогда дети действительно поняли, что это такое. Какие были страшные года блокады Ленинграда. Давай стрелять по людям, давай стрелять по людям, не будем, не будем, не будем.